Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет видеопрезентацию «Всё начинается с земли» к столетию со дня рождения Бориса Андреевича Можаева, русского писателя и публициста. Борис Андреевич Можаев родился 1 июня 1923 года в Рязанском селе Петелина. Всем Можаевы рассказывал он о своих предках из Петелина, то есть моего родного села, родственники. Прасчур мой Максим Коротков был участником Первой Отечественной войны. После Бородинского сражения остался в отряде Воякова, прикрывавшем под Можайском отходившую армию Кутузова от наседавших французов. Отличившимся в этом бою их было человек 20, по рассказам предков моих. Дарована была фамилия Можаевых. В наш Елатомский уезд по тогдашнему делению с войны вернулось двое Можаевых. Одна фамилия зачахла, а наша от Максима Короткова размножилась. Отец Можаева до революции служил на пароходе, но потом вернулся к крестьянскому труду. Борис Можаев в детстве и отрочестве наблюдал многие трагедии, которые не смог забыть. Все они были связаны с коллективизацией. Он видел, как через Петелина прогнали колонну врагов советской власти, крестьян, массово выступивших против колхозов. Подобные волнения происходили в каждом селе. Виновных нарочно провели сквозь райцентр под конвоем, чтобы другим неповадно было сопротивляться. По Тапьеве селе недалеко от Петелина какой-то смельчак с церковной колокольни забил в набат, призывая народ на восстание против колхозов. Комиссар застрелил парня. А потом с той же колокольни пулеметом косили бунтовщиков. Этот рассказ молодой Борис Можаев услышал от старух, когда работал в селе учителем. Его писатель вставил в роман «Мужики и бабы». Коллективизация причинила много горя семье Можаевых и семьям еще почти полутора сотен земляков. В 1930 году из Петелина выслали более 20 семей. Около 120 хозяйств раскулачили, хотя они не подходили под большевистские критерии кулака, батраков не держали. Петелине не принято было нанимать рабочую силу, с хозяйством справлялись своим трудом. Отцу писателя было тяжело прокормить большую семью, он зарабатывал свой хлеб тяжелым трудом. За владение землей и скотом в кулаки его не записали, однако не раз призывали вступить в колхоз. Но он остался единственным единоличником в селе. За это позже был арестован как враг народа и сослан на Дальний Восток, без семьи. Там Андрей Иванович погиб. Его честь Борис Андреевич, писатель, назвал главного героя своего произведения «Мужики и бабы» Бородина. Мать Мария Васильевна осталась одна с пятью детьми, бедствовала, но вырастила их и всем дала образование. Борис Можаев в 30-е годы получил среднее образование и работал учителем в селах Потапьеве и Гридине. В 1940-м поступил на кораблестроительный факультет Горьковского института инженеров водного транспорта. Мария Васильевна после войны продала Петелинский дом и уехала в Алма-Ату. Дом Можаевых в Петелине снесли. Много позже сын-писатель купил ей избу в деревне Дракена на берегу Оки в Московской области. Мария Васильевна с радостью туда переехала. В Великую Отечественную войну на фронт ушло шестеро Можаевых. Среди них был и Борис Андреевич. Как студента его определили Высшее инженерно-техническое училище военно-морских сил. Его Можаев закончил в конце 1948 года и попал на Тихоокеанский флот инженером-лейтенантом. Продолжил семейную линию моряков. В армии Борис Можаев прослужил до 1954 года, но еще во время службы стал интересоваться журналистикой и литературой. Дебютная подборка стихов «Архитектор» была написана в 1949 году и вышла в газете «Советское приморье». На Дальнем Востоке он также обрабатывал местный фольклор. Поэтический сборник «Зорь над океаном» вышел в 1955 году. Получив в 1948 году диплом военного инженера, Можаев отправился на Дальний Восток. Уже через 6 лет начальство подвело его под сокращение. Демобилизация совпала с первой женитьбой Можаева. Но кто тогда оказался его избранницей, до сих пор выяснить не удалось. Известно только, что в 1955 году у молодой пары родился первенец Андрей. Впоследствии Андрей стал известным киносценаристом. Он любил рассказывать о своем отце, но никогда почему-то не упоминал мать. Потом случился развод. Супруга молодого автора ушла к другому. После демобилизации Можаев пытался выстроить отношения с дальневосточной и московской прессой. Строительная газета одно время даже считала его своим собственным корреспондентом по региону. В какой-то момент Можаев увлекся удогейской культурой. В 1955-1959 годах у него во Владивостоке, Магадане и Благовещенске вышли три сборника с удогейскими текстами. Оставшись одиноким, он завел дружбу с известной хабаровской писательницей, женщиной волевой и решительной. Сколь близки их были отношения, никто не знает, но она дает ему рекомендацию на вступление в союз писателей, что делала раньше очень редко. Помогают пройти через организацию, и тут Борис, не сказав своей благодетельнице «прощай и прости», возможно, между ними случилась размолвка, улетает в Москву поступать на высшие литературные курсы. Вслед ему в правление Российского Союза писателей летит телеграмма, в которой писательница отказывает своему протаже в рекомендации и требует не принимать его в союз писателей. Но то ли телеграмма запоздала, не то показалась неубедительной, и Борису Можаеву был выдан членский билет, и он стал слушателем ВЛК. Весной 1962 года Можаев заглянул к знакомым ребятам в общежитии Лит-Института на Добролюбово. А там в одной из комнат народ слушал песни Булата Акуджавы. Среди этого народа оказалась симпатичная молодая женщина. Звали ее Милда. Она работала консультантом по национальным литературам в Союзе писателей СССР. Между писателями ней зажглись искры, из которых вскоре вспыхнул роман. После окончания курсов сценаристов Можаев заметался. У него появились предложения от киношников, но и литературу ему не хотелось бросать. А как же все успеть? Тут еще появилась Милда. Милда вскоре уговаривает Можаева поехать на Рижское взморье, где у ее родных имелся свой хутор Уки. В Уки пара пришла к следующему решению. Милда остается на хуторе рожать, а Можаев продолжает работу над фильмами и на какое-то время уедет в Свердловск. Потом Можаев взялся за повесть против себя на земле. По традиции новую вещь он предложил Октябрю. Но в журнале сменился главный редактор. В какой-то момент он испугался и распорядился вернуть рукописи с типографии. По мнению редактора, повести не хватило социализма. В печатном виде повесть вышла в 1965 году в издательстве «Советский писатель», но уже под другим названием «Полюшка Поле». С 1956 года в Центральной печати стали регулярно появляться рассказы и очерки Бориса Можаева на тему сельского хозяйства и крестьянской жизни. Он бескомпромиссно обрушивался в печати на аграрное начальство. По его мнению, она так и хотела погубить деревню и экологию. Однако его полемический запал не всегда приносил пользу. В 1960-х годах Борис Можаев жил в Рязани. Им с женой дали трехкомнатную квартиру. Говорят, так лично распорядился секретарь обкома товарищ Гришин, который не хотел, чтобы, набиравший известный писатель, уезжал из области. В Рязани Борис Можаев познакомился и подружился с Александром Солженицыным, который проживал здесь в ссылке до 1969 года и даже подписывал свои ранние произведения «Александр Рязанский». Солженицына интересовала жизнь советской деревни. Можаев щедро делился с ним знаниями. Александр Солженицын назвал Можаева первейшим знатоком русской деревни и природы и подарил ему щенка Синбернара, Альфу. В 1965 году писатели вместе ездили в Тамбовскую область, где собирали материалы о Тамбовском крестьянском восстании. Его еще называют Антоновщиной, Антоновским мятежом и даже русской вандеей. Информация об Антоновщине требовалась Солженицыну для романа о русской большевистской революции. Но он сам ссыльный, находившийся под негласным наблюдением органов, боялся открыто собирать такие щекотливые материалы. Борис Можаев выручил друга, поехал в командировку от литературной газеты. А Александр Исаевич его просто сопровождал. В ходе этой поездки у Солженицына родилось название «Попей» – «Красное колесо». В образе крестьянского вождя Арсения Благодарева заметны черты Бориса Можаева. Отношения прозаиков не прекратились с переездом Можаева в Москву. Книги Можаева не были такими разоблачительными, как у Солженицына. Но нередко указывали на яркие недостатки строя. Повесть «Живой» из жизни Федора Кузькина опубликовали в 1966 году в «Новом мире». Пору редакторства Александра Твардовского. Это была история о человеке, решившем выйти из колхоза и добившемся своего, несмотря на все препоны, которые чинила ему система. После того, как спектакль по повести поставили в театре на Таганке, разразился страшный скандал. Министр культуры Екатерина Фурцева лично запретила постановку. Повесть Можаева «Полтора квадратных метра», тоже посвященная борьбе человека с бюрократической машиной, уже в условиях города, ждала публикации 12 лет. Литературные журналы боялись ее печатать. Вышли «Полтора квадратных метра» в 1982 году и вызвали гнев председателя Юрия Андропова. Выдающийся роман «Мужики и бабы» Борис Можаев начал творить в 1972 году. Первую книгу закончил в юбилейном для себя 1973 году, но в свет она вышла только через три года. Вторая книга, рассказывающая о более жестоких событиях, писалась в 1978-80-х годах. Опубликовать ее осмелились только в 1987 году, а в 1989-м роман получил государственную премию СССР. В романе «Мужики и бабы» проиллюстрирована трансформация народной жизни, которую автор переживал как собственную трагедию. Воспоминания о биографии односельчан, полевые наблюдения и работа в архивах легли в основу этой книги. Если назвать главного героя, близкого Можаеву, то это Дмитрий Успенский. Он когда-то учительствовал на селе, но не только этим близок он автору. Умница, интеллигент, он немало передумал, пережил, перестрадал на своем коротком веку. Гражданская война, вступление в Красную Армию, в партию, расставание с ней, приобщение к русской идее, понимаемой как жертвенное служение людям. Люби все народы, как свой собственный. Успенский тревожно чувствует, закипает ярость раскулачивающих и раскулачиваемых. Деревня раскалывается на два непримиримых лагеря. Нарастает второе издание гражданской войны. Сдюжит ли его Россия? Он единственный, кто стремится снизить накал взаимного озлобления. И его гибель приобретает нечто символическое в романе. Роман «Мужики и бабы» трудно счесть прямым разговором. Но самое запутанное, кровоточащее, приобретает все более определенные черты. Обозначаются тенденции, с годами набирающие власть. Незадолго до смерти Борис Андреевич начал писать продолжение «Мужиков и баб» роман «Изгой», где действует сын Андрея Бородина, Сергей. Сергей Бородин, сын репрессированного, становится военным инженером, затем переквалифицируется в журналиста. Этим он похож на самого Можаева. Сергей постоянно ощущает себя изгоем. За клеймо на биографии, за неумение мириться с ложью, за честность и прямоту. Последняя книга Можаева – сборник остропублицистических очерков и статей. Надо ли вспоминать старое? Он вышел в середине 1980-х и был переиздан в 1995 году. Все помнят знаменитый фильм «Хозяин тайги» с Высоцким и Золотухиным в главных ролях. Это экранизация первой части детективной трилогии Бориса Можаева, в которую входят романы «Власть тайги», «Пропажа свидетеля» и «Повесть падения лесного короля». Кинотрилогия поставлена по сценариям Можаева, но в историю русской литературы он вошел благодаря роману «Мужики и бабы» от «Звуком горького прошлого». «Земля ждет хозяина» – так назвал одно из своих произведений Борис Можаев, советский писатель, чье творчество превратилось в настоящее стояние за деревню. Судьба русского крестьянства в перипетиях XX века стала магистральной темой литературного наследия Можаева. В 1996 году Борис Андреевич начал редактировать журнал «Россия», но успел выпустить только один номер. Болезнь стала подтачивать его здоровье, и последние дни писателя проходили в московской больнице, где он исхудал до костей. Одним из последних, кто виделся с автором «Мужиков и баб» был друг Александр Солженицын. 2 марта Можаева не стало. Причиной смерти оказался рак. Могила Бориса Андреевича находится на Троекуровском кладбище Москвы. В Петелине сейчас сохраняют память о Борисе Можаеве. К 90-летию со дня рождения великого земляка петелинцы воздвигли на месте дома Можаевых памятный камень. Центральная районная библиотека носит его имя, на ее здании висит мемориальная доска. В библиотеке в текущем году оборудовали комнату музея Бориса Андреевича. При ней действует литературный клуб имени Можаева. Если вы заинтересовались данной темой, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...